Вечером, в среду, после обеда, сон для усталых, хмурых людей, мы приглашаем тех ночей, в дикие джунгли скорее. Вечером, в среду, после обеда, сон для усталых, хмурых людей, мы приглашаем тех ночей. Игра должна закончиться. Ой! Не так, кнопочка, надеюсь, никто не слышал. И следов очень много. Не будем спешить. Ни хрена ты у меня, следопыт сладенький, должна была она сказать вообще-то. Черт! Вот так. О, фишка из Last of Us. Это разработчик помогает сломать тебе геймпад, говорит, постучи его. По руке, по тряси его посильней. Ну, в общем-то, тут одна дорога, остальные завалены. О! Динамит. Да, они же не могут найти ящик на колесах. Еще батарейки есть? Да, да. Только они на дняке. О, стоп. Что? Тут ловушка? Похоже. Но самые остальные как-то перебрались. А, вон там, смотри. Пойдем по и следам. Бочка взрывная там для чего, интересно? Ха, испугалась. Саечка. Так, стопэ, значит, это что, взрывами работает? А, и все, что надо, это пройти по их следам. Еба, гениальная задача. Все бы, ничего. Ну, что же они так скрипят-то? Ты паркет у нас в Сталинках не видела. Чего? Просто не хочу, знаешь ли, взлететь на воздух. Все, можно расслабиться. Интересно, а как, наступив на дощечку, а, ну, наверное, там выбивается искра и порох, который 300 лет там в бочке был, не отсырел за это время. Искра, значит, вылетает, попадает в стенку бочки и... А, они за собой взорвали. Елена, блядь. Каждый, кто женат на Елене, напишите вы свою жену, вот так называете полным... Екатерина, ты в магазин идешь? Блядь. Нам надо тут расчистить проход. Да. Да, поработаем бицепсами, как обычно. Мы же с тобой эти... Бальдить, пауэрлифтеры. Елена, давай правым-правым под наляг. Блядь, ты все сломал. У тебя в руках мухи долбятся. Поищем другой путь. Блядь, а что ты сразу не хотел другой путь поискать? Тебе надо было попытаться... Ну, еще немножко. Черт. Все, пи... Они меня призывают посильнее ебнуть его, или что? Эй, зажигалка Сэма все еще у тебя? Да. Отличная мыса. Давай. Я даже искры, блядь, не вижу, что он там черкает. Конечно, она пустая. Пока плыли сюда, он же дымил, как паровоз. Расслабься. У меня спички есть. Правда? Конечно. Нахрен тебе спички в наше время. Купи ты зажигалку. Че вот так, блядь, где? Ёб твою мать. Так можно было, знаете, встать к стене камеры и просто не увидеть, где она там со своей спичкой. Куда нахуй сюда? А, тут просто надо давить вперед, короче. А, во. Хорошо, что ты подготовился. Молодец, Елена. Ты умная. Ладно, пойдем дальше. Романтическая атмосфера. Странное представление о романтике. Есть такое. А че, не романтично, что ли? Нормально вообще, по-моему. Самое время в дуке при свете факелов в пиратской пещере. Если это не романтика, то что такое вообще романтика? Так, ну и че, мне обратно предлагают пойти, что ли? Я не понимаю. Или мне предлагают притащить б... Ага. Притащить бочку пороха, я думал, скажут. Нет? Много обещающее. Подсадить? Давай. Давай, я тебе жопу факелом подожгу, чтобы ты пободрее лазила. Давай, поищи там ящик на колесах. Так, залезай. Он всегда... Да ладно! Без ящика? Как? Я не умею. Блядь, хорошо, что у Елены просто широчайшая мышца прокачанная на это... Тягу... Тягу гантелей к бедру... Э, к этому... Тягу к поясу часто делала в качалке, поэтому Нейтана затянула сразу. Осторожно. Чё осторожно-то? Мы ловушку прошли. Тут, может, только если головой обо что-то ударишься, и то не смертельно. Появится шишка, прибавится мозгов, и только-то... Это трилобит какой-то. Он... Блядь, сосиська! Сосиська с ногами бегает, смотрите. Ты, блядь, так и будешь это повторять? Ничего себе. Чё это за мочалки? Кости. Жуть какая. Вязанки костей или что? Да. Руки. Руки, что крали у меня. Да он уже даже не прикидывается вменяемом. Мне здесь не нравится. Мне тоже. Пойдём отсюда. А это кто? Почему этот целый? О, блядь. Смотри-ка. Тут висельные клетки. Это клетки. Чего? А это вот клетки. Ха, да ладно. Да. Слушай, никто не любит, все знают. Висельные клетки и клетки. О чём они сейчас поговорили, бля, вообще не понял ничего. Висельные клетки, а это клетки. А какая нахуй между ними разница? Блядь. Ай, боже ты мой. Стоп, это что, гумия? Опа. Блядь, ты еблан, что ли? А как они воспламенились? Я же даже не дотронулся. Живая вроде. А что это? Ловушка. Эвери не хотел пускать сюда посторонних. Смотри под ноги. Я? Это ты на неё наступил. Через 300 лет мумия воспламенилась от искры, что ли, или что? Я не знал, что мумии такие горючие. Надо пойти в Эрмитаж, кинуть там в египетскую мумию спичку, посмотрим, чё будет. Блядь, вот хули они воспламеняются, а чё я должен сделать? Дюдство, блядь, какое-то, ёб твою мать. Да, а тут чё, другая какая-то дорога может есть? Или можно факел может потушить? Нет, нельзя. Почему вот это не загорается? А эти почему не загораются? Тихо, я не понимаю. Ёбаный блядь, ёб твою мать. Я просто, блядь, даже уловить смысла не могу, как это работает. Да, и что? Удивительно, что тут столько завалов. Ну, так расскажите нам-то, блядь, чё, чё это за ловушка? Как, как она, как она делалась? Что это такое? Когда ты видишь чёрную дырку, куда, о, ещё и поехала. Отлично. А там внизу ещё, блядь. Мумия Ленина лежит и ждёт, ждёт свой час, чтобы взорваться. И чё это такое, блядь? Молодец, Елена, мы теперь с голубью тут помрём. Сыр, вот, вот я нашёл, короче, о. Господи, рёбра, рёбра, что жрали, наверное, за мои деньги. ещё одна экспозиция. Сердца, что меня предали? Ну, ты будешь читать, сука, падла? Hardened against me. Не знаю, что такое Hardened. это. Да. Эту табличку Нейтан решил, что читать не нужно. Я просто хуеваю. Да нахуй, всё равно взорвутся. Чё, блядь, ждать-то хорошо, я на средней сложности играю. Настолько, блядь, интересная ловушка с мумией, что даже, блядь, не собираюсь разбираться с ней, блядь. Что это за говно такое? Невероятно, ну да, блядь. Я не кричу! А как же тут Надин, а, Надин с фонарями ходит? Ну, вот и следы. И они ведут сюда. Будь готова к драке. А, не привыкать. Это был сарказм, да? Они отсюда пришли? Сама успокойся. И внимательнее, ребята. Ну, где же Сэм? Найдём. А, они ведут сюда, а не отсюда, да? Бискотека! Граната им будет в этой игре. По жести, причём он будет. Ну, давай. Блядь. Так, самое время выбрать новый ствол. Компрессор, какой-то, что там был, напиток, компенсатор. Копперхед. Копперфилд бы, блядь, ещё назвали. Копперхед. Экзотические стволы какие. О, блядь. Если бы он не вышел на меня в упор, может, пожил бы подольше. Блядь, он подбирает с пола чисто автомат заряженный. Он не подбирает отдельно патроны для него. Бладрейн напоминает мне такая система. Автоматов. Помните, сколько Кровавая Рейн меняла автоматов за одну перестрелку? Просто штук 20. Блядь, заебал. Ну, как она вспыхивает, блядь, от чего, ёптую мать? Ебаное говнище. Ну, блядь, и дерьмо. Странно, что я ни одной гранаты не залутал. Учитывая, что они в меня-то ими бросались постоянно. В кого она стреляет? Дай ты ему высунулся. Кондор, кондор. Да и кувырок-то не очень-то и спасает, хочу сказать, от этого взрыва. Всё равно он успевает и гребсти. А, вот гранат, наконец. Он бы ещё по отчеству и звал. Пиздец, вообще, блядь, как его в узкой кишке можно вообще убить один на один? Если он идёт, блядь, не переставая давить на гашетку, его не пробить просто пузами. Гранату ему особо вреда не причиняет, я так понимаю. В этот раз граната лучше зашла. А, он упал. А в прошлый раз я... А, то есть... Так и надо было здесь сделать. Бросить гранату на пол в нужном месте. Чё ж она в прошлый раз ничего не обвалила туда. Мы возьмём сигнальные ракеты. Хорошо, что они их тут набросали. челюсти. Уже этот псих ёлку наряжал. Следов нет. Чутка. Они идут другим путём. Попробуем их догнать. Там, наверное, было что-то сердца... Нет, там не было сердца, что ли? Блядь, а что с сердцами то могло быть? Сердца, которые не полюбили меняшки? Ух ты. Да, опять труп с запиской. Записка в руке. Спасибо, Елена. Без тебя бы я ключ в этом не узнал. Лейтенант Бартон. Это Тью написал. Эври готовится к побегу. Если мы позволим ему покинуть эти берега, он исчезнет навсегда, как и наши сокровища. Этот ключ откроет врата в пещерах, но будьте настороже, лейтенант. Вне всякого сомнения, он ждёт, что мы будем его преследовать, пока вы со своими людьми обыскиваете тоннели. Я с небольшим отрядом пересеку долину, чтобы отрезать ему все пути к отступлению. Если Господь дарует нам победу, уже завтра на закате мы снова станем пиратами и поплывём к незнакомым берегам с сокровищами в наших трюмах. Ветер будет наполнять наши паруса и мы будем свободны жить любой жизнью, какой только пожелаем. Бог в помощь капитан Томас Тью. Отец-основатель Томас Тью на обороте. На обороте какие-то символы? Ну, поищем замок. Хм. Это, видимо, какая-то загадка сейчас будет. Блядь, опять идти. Приехали. Чёрт. Я живой. Охуенный, охуенный. Ха-ха, я живой. Охуенный кувырок удался просто, блядь. Чёрт. Потом и это, блядь, загорается с детства. Наверное, вспыхивают трупные газы, да? Я же не знаю, они, блядь, вообще вспыхивают или нет. За мной, Еленка. За мной, не отставай. Прорвёмся, ебать. Ну что, будешь взрываться? А? Нет? А ты? Блядь. Вот уж, кто не доверял людям. Взрывающаяся мумия, конечно, феноменальнейшая говнища, блядь. Чёрт! Такого тупого говна я, блядь, нигде ещё не... Просто... Это просто уже заебало, вот, блядь, ну серьёзно. Куда идёшь, чё идёшь, хуй поймёшь, блядь, там что-то, мумии постоянно взрываются. Сиськи появились. Вон, череп ей надели, с вами. Вот она, вот они, оценки этой игры. Озвученные самим разработчиком. 4 из 10, 3 из 10. О! И следов тут нет. Да, и в этом нам поможет. Вот это он, да? Нет. Томас Тью писал на белых листьях. Смотрите, листочек за 300 лет даже, блядь, не пожелтел, как остальные. На этих столбах такие же символы. Тью объяснил своим, как обойти ловушки. То есть, надо по черепам идти, что ли? А можно держать листок перед глазами и идти, потому что... потому что это пиздец, как неудобно. Окей. Давай, высокие технологии. Сделай-ка фоточку. Да, блядь. Так, смотрим. Всё, убирай своё говно. Я буду на телефоне, блядь, смотреть. У креста нельзя ходить, у перевёрнутой. Вот здесь можно, да? Я даже звук убавлю, а то, бля, очень громко взрывается. Нет, нет, нет! Да, хуй поймёшь. А, я понял. Он же перевёрнутый. Вот сюда можно, значит. Дальше что? Опять перевёрнутый череп. Если он перевёрнутый вот так, значит сюда можно. И сюда. Корабль. Корабль перевёрнутый вот так, значит сюда можно. И сюда можно. Здесь. Говно полное. Вот так. Ну, можно, но смысла нет. Здесь кресты вот так, значит, нихуя. Сюда тоже нельзя. Так, я понял, я понял. Нет, я не понял. Даже если я туда перепрыгну, а это можно, что потом? Он туда и не прыгает. Вот этот сразу взорвётся. Тот тоже. По диагонали тут тоже, скорее всего, нельзя пройти. Засчитают, что ты наступил на обе. А, вот это, вот это сюда можно. Вот этот перевёрнутый, значит. Прикольно. Но, если бы, конечно, я каждую минуту, блин, доставал его ссаный блокнотик, это заняло бы минут, наверное, 10. А так, на смартфон просто сфоткал, вертишь экран, как тебе надо, и идёшь. Ой, да ладно. А, вот. Слава богу, я думал, он сейчас обратно скажет идти. А вот как мы выберемся. Ты там свет уже? А, да. Это останки команды Тью? Похоже на то. Блядь. Эвери вообще любил показательные казни. Эвери чё, там чёрной магией владел? Как он столько народов убил, блядь? Я вообще в шоке. Лучше смотреть под ноги. Блядь, не хотел бы я так умирать вот у столба вот так вот. И вот так я бы не хотел. Да я бы, наверное, никак не хотел. Я бы сказал, застрелите меня, пожалуйста. А потом уже там, руки мои можете куда-нибудь привязать, не знаю. В пизду. Ну, ключик-то свой вставь, наверное, нет. Еблан. Да какая, блядь, замочная? В замочной скважине ловушка. Но, давай повернёшь на всякий случай ты. Отойди. Нет. Стой поближе. Мы умрём в один день, как, блядь, и клялись там в этом. На свадьбе. Видишь? О, ну. Нас хотя бы не разнесло. Ну, хоть обнимашь. Чёрт. У тебя случайно нет ножа? Ногтями пили. У того парня есть сабля. Ну-ка, помоги мне. Ну, чё ты, долвоёг, что ли, совсем? Зараза. Не, момент, момент прекрасен. Давай, давай, давай. Ты по одной пилишь? Отлично. Мы поближе к взрыву, блядь. Давай, бежим, бежим. Краш, бандикут. А почему ему вдруг стало похуй на эти взрывы? Раньше они меня оглушали только хуйкой. Бам, еблом опять. Вставай. Спасибо, капитан Амери. А чё с Ленкой? Все как раньше, а? Елена. Да ладно, разговаривай за двоих, чё-то. кофе. Принеси мне кофе. Это не смешно. А что ты мне сам-то устраивал? Чёрт, до меня, до меня в чётинках не хватило. Дай послушать. Просто... МИ-МИ-МИ. Ты в курсе, что мы теперь квиты за всё, что я вообще сделал? Да, за всё? Нет, даже близко нет. Вот она, романтика в грязной луже. Ты весь в грязище. Это пиратское говно трёхсотлетней давности, дорогая. Знаешь, что тебе странное представление о романтике. Да, да, где-то я это уже слышала. Прекрасно. Поговорили. Выхода нет. Не, ну, осталась одна последняя глава, я думаю, надо её отделить от этой ужасной главы с мумиями. Дорогая, ты не думала поехать на Олимпиаду и выступить в прыжках в длину? По-моему, ты только что перемахнула метров десять. Ладно, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, всё такое. раскатeps мину outta до встречи. Продолжение следует...